Родина этой улитки – Восточная Африка. Теперь этот моллюск работает в северной столице России. Здесь улитки контролируют уровень загрязнения воздуха после сжигания осадков от сточных вод на Петербургском водоканале. Старший научный сотрудник лаборатории биоэлектронных методов исследования Василий Любимцев говорит, что моллюски сразу реагируют на сильное загрязнение воздуха. По воздействиям внешней среды, в данном случае резкого изменения состава газовой среды, моллюск оказывается сильно обеспокоен. Он может сменить состояние относительного покоя на состояние более активное. При этом частота сердечно-сокращения растет. И это является тестом реакции животного в ответ на этот факт. Ученые следят за сердцебиением и поведением улитки. Крохотный датчик закрепляют на раковине и наблюдают за показателями на мониторе компьютера. Эти улитки живут до 10 лет и в длину часто достигают 20 сантиметров. Дышат, как и человек, при помощи легких. Потому и были выбраны для такой работы. Улитки дышат не этим дымовым газом, а этим дымовым газом, разбавленным в тысячу раз. Почему? Потому что на самом деле, естественно, всех интересует качество воздуха на границе с так называемой санитарно-защитной зоной предприятия. Потому что только там люди живут. В Санкт-Петербурге уже есть опыт привлечения животных к мониторингу окружающей среды. Так, для проверки качества воды в Неве использовали речных раков. Продолжение следует...